Ты никогда не знал женщин. Глава первая. Коричиная нора, которую они мне сдали под контору, находилась на шестом этаже полуратрушенного дома на окраине Сан-Луиз-Бич. В отходе солнца до самой зари вечернего заката в открытое окно доносился шум уличного движения или дикие вопли мальчишек. Поэтому основную часть работы я вел по ночам. А в последние пять дней я ломал голову в поисках выхода из сложного положения. Меня обошли. Я знал это. Выхода у меня не было. Даже если бы у меня было две головы, я не смог бы выбраться из этого положения. Я решил сплюнуть на все и бросить работу. Я пришел к этому выводу в десять минут двенадцатого ночи. В эту жаркую июльскую ночь исполнилось восемнадцать месяцев со дня моего прибытия со мной в Бич. Придя к такому решению, я захотел обмыть это дело. Но в бутылках было полно лишь пыли. Они были пусты, как мои карманы. И в этот самый момент я услышал шаги по лестнице. Все другие конторы на моем этажере ниже по ночам закрыты. Они закрывались в шесть вечера и открывались в девять утра. Я и конторская крыса были единственными живыми существами во всем здании. Но при звуке шагов крыса удрала в свой коттедж. Единственными моими посетителями за последние месяцы были копы. Вряд ли лейтенант Редферн надумал бы меня посетить в такой час. Но ручаться за такие вещи нельзя. Редферн совершает порой странные поступки. И он мог надумать подловить меня. Он любит меня, как собака-палку. И, возможно, даже еще меньше. Если бы он смог, то выгнал бы меня из города и в полночь. Глава вторая. Шаги раздавались уже в коридоре. Человек не торопился. Он шел медленно. И чувствовалось, что он массивен. Я достал из жилетного кармана окурок, чиркнул спичкой и закурил. Это был мой последний окурок. И я хранил его для подобного случая. В коридоре горел свет, и он пробивался сквозь дверь моего кабинета. На письменном столе светила настольная лампа. Все остальное было в темноте. Наконец, свет из коридора был заслонен чьей-то огромной тенью. Плечи вообще не были видны. А голова была увенчана шляпой. Размером с небольшой аэродром. В детстве мы надевали такие шляпы, играя в гангстеров и полицейских. Затем раздался стук в дверь. И не успел я ответить, как человек вошел. Мужчина, стоявший в дверях, был огромен, как двухтонный грузовик. Он был толст и широк, с лицом колобка. Черная нитка усов лишь подчеркивала его кричковатый нос, похожий на клюв осьминога. На меня уставились два маленьких черных глаза. На вид ему было не больше пятидесяти. И он задыхался, как и все толстяки. Верх его шляпы касался верхней притолоки двери. На нем было одето темное пальто с каракулевым воротником. Ботинки были тщательно начищены. — Мистер Джексон? Голос его звучал хрипло и тонко, что совсем не подходило для такой души. Я утвердительно кивнул. — Мистер Флорд Джексон? — Я вновь кивнул. — Ага. Он тяжело вздохнул. Потом шагнул вперед, силой захлопнул за собой дверь. — Вот моя визитная карточка. И он швырнул мне на стол кусочек бумаги. Не двигаясь, я взглянул на нее. На ней ничего не было, кроме имени, ни адреса, ни рода занятий. Всего два слова. Корнелиус Горман. Пока я разглядывал визитку, он придвинул к столу кресло. Оно было очень старым и массивным, но он легко справился с ним. Усевшись в кресло, он сложил руки на тросте. На мизинце у него сверкал приличных размеров бриллиант. Возможно, что он вовсе не Корнелиус Горман, но деньжата у него водятся. Я чувствовал это. У меня нечувствительный нос на денежке. — Я навел о вас справки, мистер Джексон, — произнес он, и его глазки впились в мое лицо. — Я слышал у вас спокойный характер. Последние слова я слышал совсем недавно. Их высказал лейтенант Ретферн, но использовал он более грубое выражение. Я молча ожидал дальнейшего развития событий. Интересно, что он еще знает обо мне. — Мне сказали, что вы умные и хитрые, — продолжил Толстяк. Мне сообщили, что мозги у вас в наличии и что вы не являетесь сверхчестным человеком. — Вы бываете безрассудны, мистер Джексон, но вы храбрый человек, и у вас стальные нервы. Он взглянул на меня поверх своего бриллианта и улыбнулся. Не знаю, почему, но ночь уже не казалась мне такой жаркой, а контора пустой. Я подумал о кобре, о кобре, притарившейся в кустах, о толстой, сытой кобре, о сонной, но все же опасной кобре. — Мне известно, что вы здесь уже 18 месяцев, — продолжал он. — До этого вы работали детективом в Центральном страховом агентстве в Нью-Йорке. Детектив, работающий в страховом агентстве, как они мне сказали, имеет хорошие возможности для шантажа. Возможно, поэтому они попросили вас подать в отставку. Прямых обвинений не было, но они разузнали, что вы живете не по зарплате. Это заставило их задуматься, мистер Джексон. Страховые агентства должны быть очень осторожны. Гиппопотам замолчал, но его маленькие свинячьи глазки продолжали следовать выражения моей физиоморгии. — Вы вышли в отставку и вскоре устроились с детективом в компании по охране отелей. — Позднее, как сказал мне один из управляющих, вы получали взносы, не ставя об этом в известность администрацию отелей. Доказательств против вас опять не было, но они все же решили уволить вас. — После этого вы жили с женщиной, с которой были очень дружны. Она из многих женщин, как они говорят. Но вскоре надоело давать вам деньги на оплату других ваших женщин, и вы разошлись. Несколько месяцев спустя вы решили открыть собственное дело и стать частным детективом. В прокуратуре вы получили лицензию. Правда, под фальшивым предлогом, но получили. И приехали в Сан-Луиз-Бич. Во-первых, здесь был здоровый климат, а во-вторых, здесь мало конкуренто. Вы специализировались по бракоразводным делам и одно время даже преуспевали. Но тут также были удобные моменты для шантажа. Насколько я понимаю, вы не пренебрегали этим. Даже в бракоразводном деле можно нажиться на шантаже. Кто-то брякнул об этом в полицию и началось расследование. Но вы очень хитрый, мистер Джексон, и смогли избежать серьезных неприятностей. Теперь полиция хочет выгнать вас из города. Они многое смогли усложнить на вашем пути. Они лишили вас с лицензией, и во всех отношениях вы остались без работы. По крайней мере, так и не думают. Но вы и я знаем об этом лучше. Я выкинул свой окурок и откинулся на спинку кресла. Этот бриллиант мазулил мне глазам. Он стоил пять грандов, если не больше. И не такие парни, как этот толстяк Горман, лишались пальцев из-за камешков, стоящих наполовину дешевле. Я начал думать об этом бриллианте. Хотя вы продолжаете действовать в качестве частного детектива, вы не можете рекламировать свою деятельность, вы не можете даже поместить на дверь табличку с вашим именем. Полиция бдительно за вами следит. Если они узнают о вашей самодеятельности, то вас посадят. Во всяком случае, сейчас у вас клиентов нет, и вы давно просадили последнюю монету. Последние пять ночей вы напрягали свой ум, пытаясь найти выход. Сейчас перед вами стоит альтернатива уйти или остаться. «Вы решили уйти, мистер Джексон? Я прав?» «Валяйте, валяйте дальше», промолвил я. Мне стало любопытно. В этом толстяке было что-то, что привлекало меня. Может быть, у него липовое имя, может быть, он нацепил бриллиант, чтобы охмурить меня. Но все же в такой шляпе и с пятиграндовым бриллиантом. Его маленькие черные глазки, казалось, читали мои мысли. По уголкам рта пролегли резкие морщины, а тонкие губы сжались в линию. Я мог бы нарисовать его портрет. Я раскусил его. Он будет счастлив, когда лошадка придет в его стоило. Такой он парень, ничего не скажешь. Хоть он толстый, но, несомненно, сильный. И мне показалось, что я чувствую его руки на своем горле. Не уходите, мистер Джексон, предложил он. У меня есть для вас работа. Прохладный ночной воздух приятно освежал мое лицо. Бриллиант все еще привлекал мое внимание. Мы молча смотрели друг на друга. Что за работа? Поинтересовался я после паузы. Тонкая работа, мистер Джексон. Тонкая. Она как раз для вас. Я задумался. Он знает, что покупает. Обвинять ему придется лишь себя. Почему вы выбрали меня? Ниточка усов шевельнулась. Потому что работа определенного сорта. Вот так-то. тогда рассказывайте, бросил я. Я продан. Гору мою перевел дыхание. Возможно, он думал, что ему придется долго уговаривать меня. Но он обязан был узнать, что я не торгую с парнями, которые носят пятиграндовые бриллианты таких размеров. разрешите мне рассказать вам то, что я сегодня слышал. А потом я расскажу, что мне от вас нужно. Он покоровье вдохнул и продолжил. Я театральный агент. Вполне возможно, что он им был. Никто другой не стал бы надевать такую шляпу и пальто с каракулем воротником в такую погоду. Я работаю с большими малыми звездами. Среди малых звезд есть молодая женщина, специализирующаяся на вечеринках. Ее имя Веда Рекс. Ее профессия стриптиз. Она добилась большого успеха, иначе я не стал бы иметь с ней дело. О, она настоящая актриса в чистейшем виде. Он вновь уставился на меня поверх бриллианта, и я выдержал его взгляд, как будто верил в то, что он рассказывает. Вчера вечером мисс Рекс выступала на приеме, который устраивает мистер Линдсей Брэдт. Маленькие черные глазки впились в мое лицо. Вы слышали о нем? Я кивнул. Я считал своим долгом знать сону избить всех, кто имеет больше пяти грандов дохода. Там было уютное местечко, где скрывались миллионеры. Океан Рай. Это был бульвар, по обеим сторонам которого росли пальмы. Там же находились дома, окруженные двадцатифутовыми стенами. Чтобы жить там, надо иметь много денег. Столько, сколько было у него. У него была яхта, три машины, пять садовников и много блондинок. Когда ему надоедали приемы попойки и блондинки, у него оставались две нефтяные компании и целая цепочка магазинов от Сан-Франциска до Нью-Йорка. После того, как мисс Рекс закончила свое волнующее выступление, продолжал Бурман, Брэд пригласил ее присоединиться к участникам приема. В течение всего приема он показывал ей и своим гостям некоторые ценные антикварные вещи. Кажется, он недавно приобрел кинжал работающей линии. Он открыл стеной сейф, показал гостям. Мисс Рекс сидела возле сейфа и когда он оперировал с замком, она запомнила комбинацию, хотя и не собиралась этого делать. Должен заметить, что у нее прекрасная зрительная память. Кинжал произвел на нее сильнейшее впечатление. Она призналась мне, что это самая прекрасная вещь, какую она когда-либо видела. Я так не смог понять, как я оказался втянутым в это дело. Мне хотелось выпить, хотелось поспать, но Толстякс умел заинтриговать меня. Я снова задумался о его бриллианте. Позже, когда гости разошлись, Брэд показал мне мисс Рэкс ее комнату. Ей предложили остаться до следующего дня, до следующего приема. Наедине с ней Брэд повел себя очень грубо. Видимо, он думал, что она легко уступить ему, но она ему отказала. А чего же она ожидала? Раздраженно буркнул я. если подобную даму приглашают на ночь, то и ежу ясно для чего это делается. Он не обратил внимания на мои слова. Брэд старшно рассердился и захотел овладеть ее силой, и началась борьба. Ей удалось стукнуть его ногой по мошонке, и эффект превзошел все ожидания. Не хотел бы я быть на него месть в тот момент. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы не появились двое гостей, которых привлек шум возни. Брэд был ужасно разозлен и угрожал мисс Рекс местью за то, что она выставила его посмешищем в глазах друзей. Он был в ужасном состоянии и сумел напугать ее. Не было сомнения в том, что она поверила его угрозам. Он зря слов на ветер не бросал. Я зашевелился в кресле. Мне не нравились люди, которые пытаются взять женщину, не получив ее согласия. Наверное, это потому, что я никогда не попадал в такие ситуации. Когда она уснула, продолжал рассказ Горман, ей приснился сон. Он достал золотой портегар, раскрыл его и положил на стол. Я вижу, вы хотите закурить мистер Джексон. Я поблагодарил его. Он раскусил меня больше, чем выпить. Я хотел только курить. Ее сны тоже относятся к делу, изумился я. Ей приснилось, что она спустилась по лестнице, открыла сейф, взяла коробку с кинжалом, а на ее место положила свою пудреницу. Легкий звон раздался в моей голове. Я не шевел уже. Выражение моего лица не изменилось, но какой-то тревожный звон все еще звучал в моем мозгу. Сразу после этого сна она проснулась. было шесть утра, мисс Рекс решила покинуть дом, пока не встал Брэд. Она торопливо уложила свои вещи и ушла. Никто из прислуги не видел, как она уходила. А в полдень, распаковав чемодан, она нашла на его дне кинжал чилинии. Я пригладил волосы и зевнул. Тревожный звон в голове не затихал. Я готов держать Париж, что она не нашла свою пудринницу, проронил я, решив продемонстрировать свое сообразительное. Гормон серьезно посмотрел на меня. Да, мистер Джексон, это так. она тут же поняла, что случилось. Она сделала все это во сне. Сон оказался не сном. Он замолчал и многозначительно поглядел на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. Я мог бы многое сказать ему, но слова не шли с языка. Пока дело вел он, я молчал и ждал. он может делать все, что ему нравится, пока я молчу. Почему она не отдала кинжал в полицию и не рассказала там о случившемся, спросил я. Они могли бы ей помочь. это не так легко сделать. Брэд угрожал ей за неподатливость. Он чертовски неприятный человек в гневе. Мисс Рекс почувствовала, что он обвинит ее в краже. Он не смог бы сделать этого, если бы она вовремя обратилась в полицию. Все было бы гораздо проще. Тонкие губы гормона дрогнули. Брэд полагает, что она не сможет продать кинжал, и полиция в любой момент найдет кинжал у нее. Полиция не поверила бы в ее лунатизм, но пудреница подтвердит ее рассказ. Ведь она не стала бы оставлять пудреницу в сейфе, если бы всерьез решила украсть кинжал. Но допустим, Брэд не подтвердит ее рассказы о пудренице. Ведь он может сказать, что никакой пудреницы в сейфе не было. Я, с сожалению, докурил сигарету. Давненько не курил ничего подобного. Но почему она не может обратить кинжал в деньги, если он такой ценный, как вы говорите? По одной простой причине. Этот кинжал уникален. Челениц сделал всего два таких кинжала. Один из них в галерее у фикции, а другой у Брэда. В мире нет ни одного ювелира, не знающего об этом. Никто, кроме владельца, не сможет продать кинжал. Хорошо, пусть тогда Брэда обратится в суд. Если она все расскажет жюри, то ей ничего не будет грозить. Присяжные никогда не признают ее виновной. Мисс Рекс опасается гласности. Если Брэд доведет дело до суда, то от газет не скрыться, а это повредит ее карьере. Так что же случилось? Брэд передал дело в суд? Горман мило улыбнулся. Теперь мы перейдем к делу мистер Джексон. Сегодня утром Брэд выехал в Сан-Франциско. Вернется он лишь послезавтра, а пока он считает, что кинжал хранится в его сейфе. Я чувствую, куда он клонит, но хотел, чтобы он сам сказал мне об этом. так что же я должен делать? Наконец-то он начал действовать. Вернан достал из кармана бумажник, вынул из него десять стодолларовых бумажек и положил передо мной на стол. Денежки были новые, хрустящие. Я даже почувствовал запах свежей краски от них. Я понимал, куда он клонит, но все же не ожидал от него такой пройти. Я придвинулся поближе к столу и внимательно взглянул на деньги. Внешне все было в порядке. Я покупаю ваши услуги, мистер Джексон, заявил он, понизив голос. Это ваш шканарар. Я не мог вымолвить ни слова. Из другого кармана он вытащил небольшую коробку из красной кожи и, открыв ее, придвинул ко мне. Как заколдованный, я уставился на блестящий кинжал. Он был примерно фут длиной и инкрустирован различными украшениями. На рукоятке красовался изумруд величиной из грецких орехов. Это была великолепнейшая вещь. Это кинжал челине, спокойно промолил Горман. Я хочу, чтобы вы вернули его в сейф Бретта и взяли оттуда пудреницу мисс Рэкс. Я понимаю, что это не очень поэтично и вам придется играть роль взломщика, но вам не надо ничего красить, мистер Чаксон. Я думаю, что гонорар оправдает ваш риск. Гонорар в тысячу долларов, мистер Чаксон. Я отлично понимал, что мне не стоит свяжаться с этим толстым подонком. Он считал меня сосунком и думал, что я поверю в этот бред с кинжалом челине, с девушкой, которая раздевается за деньги и ходит во сне. Я был уверен, что весь его рассказ липа. Я обязан был выставить его за дверь. Я должен был сделать это. Это спасло бы меня от многих неприятностей и за мной не охотились бы, как за убийцей. Но, увы, я этого не сделал. Если бы я не влез в это дело, если бы на меня не давил Редферн, все было бы по-другому. Но зачем продолжать продолжать? Я сказал, что сделаю это. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. аудиокниги.